Десятки дел о взятках, сотни возвращенных в бюджет миллионов. К 13-й годовщине образования Следственного комитета России Владимирские следователи проанализировали свою работу за год. Любопытного в этих цифрах, а на первый взгляд сухих, действительно немало. Приветствую в нашей студии руководителя отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета по Владимирской области Сергея Осокина. Здравствуйте, Сергей Сергеевич. Здравствуйте, Сергей. Пользуясь случаем, поздравляю с прошедшим профессиональным праздником. Спасибо. Ну и напоминаю нашим уважаемым зрителям и слушателям, что к нам можно в студию звонить с вопросами по теме. 32-43-22 наш номер, код города 4922. Вот для того, чтобы разделить и определить все-таки, какие именно дела попадают в поле зрения Следственного комитета и вашего дела, давайте попробуем понять, что является темой для Следкома, а что для других правоохранительных органов от полиции до ФСБ? Следственные органы Следственного комитета, как правило, расследуют наиболее тяжкие преступления против личности. Ну, к таким преступлениям, прежде всего, относятся убийство, изнасилование, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть и другие преступления. Кроме того, к нашей исключительной последственности относятся дела коррупционной направленности. К этим преступлениям относятся не только взятки, но в том числе и злоупотребление должностными полномочиями, растраты, служебные подлоги и ряд других преступлений. Большим пластом нашей работы являются преступления, совершенные несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних. За последние годы довольно-таки часто стало появляться преступления экономической направленности. Прежде всего, хотелось бы отметить это уклонение от уплаты налога. Это тоже наша исключительная последствия. Опять же, все преступления, которые мы расследуем, назвать достаточно трудно. Это очень широкий спектр этих преступлений. Действующее уголовное процессуальное законодательство Российской Федерации позволяет прокуратуре изымать уголовные дела из производства других следственных подразделений, в частности из МВД, и передавать их для дальнейшего расследования в следственные органы, в следственного комитета. Прежде всего, это связано с общественным резонансом совершенного преступления, либо с иными причинами. Кроме того, также хотел бы отметить, что исключительная последствия из следственного комитета это преступления, совершенные лицами с так называемым специальным правовым статусом, которым можно, для примера, привести депутатов законодательства собраний действующих, либо адвокатов и иных спецсубъектов. Вот буквально на днях, то есть 15-го числа, когда отмечалось 13-е годовщина образования следственного комитета, было торжественное собрание во Владимире, и, конечно, звучали цифры, цифры, статистики о том, каким для ведомства, для управления был этот год. Я предлагаю взглянуть для начала на справку, которую подготовили мои коллеги, но потом ее проанализировать. Профессиональный праздник отметили сотрудники следственного комитета, который был создан в России в 2011 году. В региональном ведомстве состоялось торжественное собрание, на котором подвели итоги прошлого года. Во Владимирской области расследовано более тысячи преступлений. В прошлом году расследовано 55 уголовных дел об убийствах, 29 – о причинении тяжкого вреда здоровью, повлевшей смертью, 9 – дел об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Раскрываемость таких преступлений по убийствам составила более 98%, по остальным составам – 100%. Кроме того, нами раскрыто 57 преступлений прошлых лет, в том числе совершенных около 30 лет назад. Так, раскрыто изнасилование, совершенное в далеких 1994-1995 годах. Расследовано и почти 100 фактов коррупции, более 40 из них – взяточничество. Среди громких уголовных процессов – дело бывшего в Рео заместителя губернатора Вишневского. Его приговорили к 10 годам лишения свободы и штрафу в 7 миллионов рублей. 10 лет колонии дали экс-руководителю Департамента имущественных и земельных отношений Панфилову. От имени главы региона сотрудников областного управления Следственного комитета поблагодарил заместитель губернатора Эдуард Селезнев. Чтобы по следу вы всегда шли верно, чтобы все расследования заканчивались молниеносно. Слова продления и приостановления вашей жизни были редкостью и случайностью. Ну и чтобы, как это ни странно, хотел бы пожелать вам поменьше работы, чтобы дело у вас становилось все меньше и меньше, значит жизнь в нашем обществе становится все лучше и лучше. Цифр не мало, но какие вы бы назвали самыми значимыми и знаковыми для вас? Ну если говорить в целом по следственному направлению, то я бы отметил, что за последний год, за 2023 год, было расследовано более тысячи преступлений в целом. Основную долю этих преступлений, как правило, как и ранее до этого, составляли преступления против личности. Это убийства, факты причинения умышленного тяжкого вреда здоровью, повлекшие смерть и другие преступления. Также за последний год было расследовано следственными органами Следственного комитета по Владимирской области более 130 преступлений в отношении совершеннолетних. Ну и как уже было озвучено в настоящей программе, также было раскрыто и расследовано 100 коррупционных преступлений. Кроме того, хотелось бы отметить тот факт, что порядка 20% из числа расследованных преступлений органов Следственного комитета, это были преступления, совершенные с использованием сети интернет. То есть в настоящее время мы отмечаем рост числа таких преступлений, причем спектр этих преступлений достаточно широкий. Это в том числе и так называемые дистанционные половые преступления, а также мошенничество и коррупционные преступления, связанные с криптовалютой. Правда, огромный спектр. Ну и, конечно, все это в том числе и повод для наших публикаций, а порой серии публикаций. И что-то подсказывает, что работы у нас, значит, у вас будет еще много. Но все-таки громкие приговоры по уголовным делам последних лет, которые были доведены до судов и до приговоров в 23-м. Как уже в сюжете звучало, да, замгубернатора, бывший Вишневский, руководитель департамента, по нынешнему министр был бы, да, имущество земельных отношений Панфилов. Еще один приговор в деле Елены Мазанько. Еще один замгубернатор, Роман Гадунин и его подчиненный, дорожник Роман Головин. Вот сейчас еще кого-то не вспомню, хотя, правда, были еще дела уровня директоров департаментов. Насколько сложно такие громкие уголовные дела расследовать? Много эпизодные, много томные, где что-то подсказывает, что ни один человек мог бы быть фигурантом, и где ответственность вот такая размытая. Конечно же, расследование озвученных вами преступлений, оно отличается повышенной сложностью. Как правило, фигуранты таких уголовных дел не признают вину, в том числе вот тех, кого вы озвучили. Такая же ситуация была следственная по уголовным делам. По таким уголовным делам следователям приходится проводить огромный объем следственной и процессуальной работы. В частности, проводятся различные экспертные исследования, связанные с электронными носителями информации, компьютерно-технической экспертизы, фоноскопической экспертизы и ряд других. Проверяются счета филированных фирм, исследуется имущественное положение обвиняемых по уголовным делам. Большой объем работы связан с анализом детализации соединений фигурантов уголовного дела. По результатам работы, когда мы видим, что в отношении лица, которого мы привлекали к уголовной ответственности, вынесен обвинительный приговор со справедливым наказанием, для следователя это самое главное, прежде всего, когда справедливое наказание, поскольку ты видишь результат своей трудоемкой работы и получаешь, скажем так, профессиональное удовлетворение от своей деятельности. Все эти громкие дела, о них много рассказывала пресса, были открытыми судебные заседания, ну, почти все. И кажется, ну, все, там отпираться бесполезно, бессмысленно. Вот оно, все на виду, вот они твои разговоры, вот передвижение средств по электронным счетам. В деле Мазанько, правда, на самом начальном этапе было внимание прессы каким-то странным экономическим взаимоотношениям, да, а потом действительно на это обратило внимание и следствия. И все-таки никто не сознался. Да, вы правы, никто не сознался, поскольку статус так называемых обвиняемых в этих уголовных делах был достаточно высок, и признание вины по таким уголовным делам – это крайне редкий случай, поэтому требуется проводить достаточно широкий объем следственных действий, о которых я уже говорил. Упомянутые лица, они являются так называемыми спецсубъектами, или все-таки нет, они чуть-чуть пониже, и, соответственно, вот настолько проще приводить этих людей в зал заседания. Наличие, скажем так, статуса спецсубъекта у обвиняемого лица, это прежде всего характеризуется особенностями проведения ряда следственных действий по ним. Когда в известность ставится его руководство? Да, в известность ставится его руководство, и, соответственно, по ряду следственных действий приходится обращаться в суд для получения судебного разрешения на проведение тех или иных следственных мероприятий. В названных случаях не все лица относились к так называемым спецсубъектам. Вместе с тем расследование этих уголовных дел также несло особую сложность, независимо от наличия в них статуса специального субъекта. А плюс положение многих из этих людей, в том числе экономической, предполагает, что у них хорошие адвокаты, которые, как минимум, умеют затягивать дела. Вот влияло ли это здесь на работу следствия и на то, каким в итоге оказался приговор? Касаемо позиции защиты по названным уголовным делам, действительно здесь было активное противодействие следственным органам. Но даже в таких случаях уголовно-процессуальное законодательство предусматривает ряд процессуальных мер, которые могут ограничить, скажем так, открытое злоупотребление правом стороной защиты. Это затягивание, ознакомление с материалами уголовного дела и иные мероприятия. То есть в данном случае мы также можем обращаться в суд, где получать решение судебное на установление срока для ознакомления с материалами дела. Расследованием каких уголовных дел занимается непосредственно ваш отдел, который, в общем, довольно громко называется, особо важный. Над какими делами, над какими преступлениями, если можно, вы расскажите, работайте вы сейчас, потому что я понимаю, что пока нет приговора, не о каждом и расскажешь, тем более, что это может чью-то репутацию, например, очернить. Отдел, который я возглавляю в настоящее время, занимается расследованием, прежде всего, преступлений прошлых лет. Кроме того, помимо преступлений прошлых лет, мы расследуем различные должностные преступления, преступления экономической направленности и иные составы преступления. В частности, из числа преступлений, которых я могу на данный момент озвучить, которых также уже имелись в публикации в средствах массовой информации, это так называемое уголовное дело в отношении директора федерального государственного унитарного предприятия, паспортно-визовый сервис Владимирского филиала. Достаточно громкое дело. Касаемо его сути, могу пояснить, что директор федерального предприятия фактически организовал его деятельность таким образом, что вся прибыль от его деятельности скапливалась в аффилированных и юридических лицах, которые были фактически ему либо подконтрольно, либо возглавлялись его знакомыми, либо близкими людьми. То есть за одной дверью срослись, по-другому не скажешь, государственные и частные предприятия, у которых и названия похожи были похожими, и как-то так все получалось, что услуги-то оказывались. Только чек выставляла частная фирма, а государство теряло деньги. Да, вы все правильно понимаете. В данном случае ущерб государству по нашим данным составил порядка 8 миллионов рублей, кроме того, имеется огромная сумма недополученной выгоды, так называемой, которая расчет в настоящее время проводится следственным путем. Уголовное дело по-прежнему находится в производстве нашего отдела и устанавливаются в том числе и дополнительные эпизоды преступной деятельности, связанные с организацией, в том числе и законной миграции на территории Владимирской области. То есть тут преступления и мигрантов, и против мигрантов как-то вот очень-очень близко оказываются. Правильно. Еще я знаю, что следком и ваш отдел занимались, по меньшей мере занимались, группой, которая занималась подпольной игровой деятельностью. Вроде бы с страниц прессы эта тема ушла давным-давно, но ровно постольку, поскольку этот бизнес перестал быть законным и кажется, что просто интересным даже тем, кто криминалу близок. И все же подобные дела возникают. Масштаб сильно поменялся? Измельчали дельцы? Преступления, связанные с организацией незаконной игорной деятельности, на самом деле это достаточно популярные преступления, в том числе на территории Владимирского региона. Как известно, действующее законодательство Российской Федерации предусматривает ряд разрешенных территорий, где можно осуществлять игорную деятельность, к которым не относятся Владимирской области. Из последних уголовных дел, которые мы реализовали, возбудили в прошедшем году, это уголовное дело по организованной преступной группе, лидером которой является житель Рязанской области. Им был организован подпольный игорный клуб на территории города Гусь-Хрустальный, который осуществлял свою деятельность на протяжении нескольких лет, получал стабильную прибыль и, соответственно, это лицо, которое возглавляло эту организованную группу, всю прибыль обращало в свою пользу. Преступление достаточно популярное, в том числе ряд уголовных дел возбуждался и по другим городам, такие как Ковров, Муром и другие. – Наконец, с помощью следкома сдвигалась с мертвой точки тема тяжелейшая, тема больная, много лет больная для Владимирской области – это лекарственная обеспечение льготников. Правда, за относительно короткий промежуток времени удалось сотен и даже тысяч порой нереализованных рецептов все это свести буквально к паре десятков, но все равно это пара десятков людей, которые, собственно, жизнью рисковали и все-таки в итоге смогли с помощью правоохранительной системы в том числе свое право защитить. Дело по лекарствам – это одно из самых сложных и тяжелых дел в вашей практике? – Пожалуй, соглашусь с вами. Да, действительно, делом по расследованию особо важных дел следственного управления расследовался ряд уголовных, дел по лекарствам, так называемых. В частности, нами было направлено в суд уже два уголовных дела в отношении должностных лиц Департамента здравоохранения Владимирской области, ныне Министерства здравоохранения, а также подведомственных ему учреждений. – Да, да, да. – Там другое тоже название теперь. – Да. Все эти уголовные дела были связаны с обеспечением населения льготными лекарственными препаратами, так называемыми жизненно важными препаратами. Вы правильно отметили, что в 2020-2021 году на территории региона был так называемый лекарственный коллапс, который удалось разрешить благодаря совместным усилиям Следственного комитета, прокуратуры области, а также администрации региона, и количество отсроченных рецептов, которые находились в аптечной сети региона, удалось снизить с пяти тысяч до нескольких десятков. Но мы правильно понимаем, что за этими цифрами скрываются реальные судьбы людей, которым действительно эти лекарства требуются, и не зря их наименование звучит как жизненно важные. То есть это в прямом смысле этого слова, а эти лекарства жизненно важны. Вы отметили, что специализируешься на расследовании преступлений прошлых лет. Каждая подобная история тоже своего рода сенсация, буду журналистским языком выражаться, потому что не секрет же, как в правоохранительной системе, есть понятие раскрыть преступления по горячим следам, и чем холоднее эти следы, тем сложнее распутывать порой всю цепочку, а тут дела сложные, фигурантов порой может быть много. Вот 30 лет прошло. Как такое дело вообще можно расследовать? Начну с того, что в настоящее время в распоряжении следственных органов Следственного комитета имеются современные возможности для раскрытия и расследования так называемых преступлений прошлых лет. Прежде всего сюда стоит отнести возможности судебной медицины, которая позволяет нам сейчас проводить сложнейшие молекулярно-генетические исследования, вещественные доказательства. Дела прошлых лет, как правило, имеют на остатке вещественные доказательства, которые измались десятки лет назад, даже более 30 лет назад. И эти вещественные доказательства подвергаются нами повторному молекулярно-генетическому исследованию, выявляются биологические следы, из которых… То есть то, что нельзя было выявить или сложно было выявить тогда, теперь легче? То есть то, что фактически невозможно было выявить тогда, если мы говорим о преступлениях, совершенных более 30 лет назад и так далее, то сейчас это можно выявить, соответственно, получить генотип и сравнить его с потенциально заподозренными лицами, что, в принципе, нам успешно удается делать. Вот об одном из таких дел, которому как раз около 30 лет, в своем докладе на торжественном собрании говорил руководитель управления Артем Кулаков. Что это за дело? Ситуация проста, соответственно, уголовное дело об изнасиловании, статья 131 Уголовного кодекса Российской Федерации, были в ходе осмотра места происшествия изъяты биологические следы, из которых был выделен генотип. Благодаря сравнительному исследованию этого генотипа было установлено лицо, которое совершило это преступление, то есть было совпадение по результатам молекулярно-генетической экспертизы. Лицо было установлено, уголовное дело было прекращено за сроками давности исследования. Наиболее опасные преступления в сфере вашей деятельности, убийства, те же изнасилования. При этом по статистике преступления сексуального характера становятся меньше в нашей области, заметно меньше. Есть этому какое-то объяснение? Я понимаю, что цифрами в отчетах могут хвалиться руководители, а вот так вот по-человечески, что произошло? Полагаю, что в данном случае меньше их не становится. Они стали трансформироваться в виртуальную сеть, прежде всего. То есть эти преступления против половой неприкосновенности, они стали совершаться в сети интернета. Я уже озвучивал сегодня в своей беседе с вами. Большое количество преступлений фиксируется по результатам мариторинга социальных сетей, а также по обращениям лиц пострадавших, так называемых интернет-педофилов, прежде всего. То есть это публикация интимной переписки, интимных фото и видео, это попытка получить такие фото и видео от несовершеннолетних и тому подобной истории. Да, да, вы совершенно правы. Интернет меняет нашу жизнь. С учетом вашего опыта, вот если говорить о профессиональном празднике, а хочется поговорить о следователях, овладимирских. Главные качества, которыми должен обладать современный следователь. Каковы они и уписываются ли они вот в... сколько там у нас осталось? В семь минут. Я бы назвал, прежде всего, основное качество – это порядочность. Также важнейшим качеством современного следователя является принципиальность и способность к саморазвитию, прежде всего. То есть мы расследуем широкий круг преступлений, широкий спектр, в том числе уголовные дела, которые не связаны с совершением каких-то насильственных преступлений против личности, о которых уже была сегодня речь, так называемые дела по лекарствам. Современный следователь должен обладать живым умом, должен схватывать новую информацию, стремиться к саморазвитию, должен иметь способность адаптироваться к новым условиям, к новым преступлениям, которые совершаются сейчас. Это преступления, прежде всего, в сети интернет, так называемые, киберпреступления. Поэтому современный следователь – это не человек, который сидит просто в кабинете и перебирает бумаги. Это человек, который занимается саморазвитием, стремится к познанию иных сфер, которыми он сталкивается в своей профессиональной деятельности. Следственный комитет уже 13 лет функционирует как независимое ведомство, выделившись из прокуратуры. Что за этот срок, по вашей оценке, по оценке коллег, если оно вам известно, изменилось существенно в работе следствия и конкретного следователя? – Да, действительно, мы являемся одним из самых молодых правоохранительных органов Российской Федерации. Нам всего 13 лет. Вместе с тем, на мой взгляд, за эти годы нам удалось стать максимально ближе к гражданам. Мы наиболее близкий правоохранительный орган к непосредственному обывателю. Сейчас достаточно широкий спектр возможностей граждан обращаться напрямую в Следственный комитет, в том числе в Следственное управление по Владимирской области. Существует ряд возможностей для этого, в том числе интернет-приемная, информационный центр Следственного комитета, где напрямую граждане могут обращаться со своими проблемами различного характера. которые успешно решаются нами, в том числе путем проведения процессуальных проверок и расследования уголовных дел. Поэтому я думаю, что наиболее существенное изменение – это близость к гражданам в данный момент. – Вот этот тезис мне хочется развить, потому что последние дни мы действительно, мы пресса, обращаем внимание на то, что порой на истории бытового характера из Владимирской области, обращает внимание лично руководитель Следственного комитета страны, Александр Бастрыкин. И когда пытаемся разобраться, как информация доходит так высоко, оказывается, что порой это обращение посредством интернета напрямую к руководству. Теперь так все просто? – Да, в настоящее время это максимально просто обратиться к председателю Следственного комитета Александру Ивановичу Бастрыкину. Как я уже озвучивал, возможности достаточно широки. Существует специальный информационный центр Следственного комитета, который анализирует все обращения, поступающие в том числе в социальных сетях. Ряд обращений поступают напрямую к председателю. Многие из них получают так называемый особый контроль, по которым мы проводим мероприятия соответствующие и докладываем об этом, о результатах их. И все эти мероприятия, как правило, достигают своего успеха. – Вот у нас сегодня на экране в небольшом сюжете появился бывший прокурорский работник, а ныне зам, губернатора господин Селезнев. Вслед за ним хочу пожелать вам, вашим коллегам в работе поменьше этой самой работы. Всего вам самого доброго, спасибо за интервью, Сергей Сергеевич. – Спасибо. – До свидания. На сегодня у нас все. Какие новые специальности появятся в фериале мед. университета во Владимире, подробно расскажем в нашем эфире завтра в это же время. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова